Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали. Бывший исполнительный директор Риги Юрий Сразевич у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Ну, теперь у вас есть такая уникальная возможность посмотреть со стороны на то, что происходит в городе, или на то, что может быть не происходит. Все-таки 10 лет вы поработали исполнительным директором Риги, но это действительно такой уникальный опыт и очень большой срок работы. Если говорить о том, как сейчас живет Рига, что вы можете сказать со стороны? Потому что чрезвычайная ситуация. Мы видим целый ряд самоправлений, там, где есть Дума, принимает очень много социальных решений. Но вот что касается временной администрации, я практически кроме сообщений о том, что кому-то там будет оказываться помощь совсем малоимущим или малообеспеченным, так особо ничего в социальной сфере, к примеру, особенно ничего от временной администрации не услышал. Как вообще оцениваете, что в городе происходит? Ну, могу сказать, что пока еще очень короткое время прошло, и все-таки как-то ты себя чувствуешь в процессах, и еще трудно отойти и сказать, что я на эти все вещи смотрю со стороны. Как-то все равно все так думаешь, а как ты делал бы? Могу согласиться с такой оценкой. Очевидно, это связано с тем, что все-таки администрация – это временное явление. Ответственность перед населением и перед избирателем они не несут. Поэтому, конечно, никаких инициатив, кроме, скажем, таких инициатив, чтобы, ну, мне кажется, неправильное сейчас, например, ну, нехватка инициативы, скажем, восстановления тех льгот по проезду общественным транспортом. Вот мы с господином Буровым, когда правительство сказало, что вот будут все-таки 12-ти классникам экзамены, очные консультации, конечно, школьники передвигаются, и зачем тогда им надо платить за проезд? Мы обратились с письмом, но восстановили не для всех школьников, хотя, мне кажется, нормально было для всех школьников, только 9-й и 12-й класс. Ну, мне кажется, что все-таки, если восстанавливают работу и спортшколы, и люди едут на работу, то, мне кажется, надо было всем школьникам, потому что учебный год еще не закончен. И, конечно, то, что, думаю, надо решать, это вопрос по проезду пенсионерам, это однозначно, потому что все равно, вот я еду, я вижу, что все равно пенсионеры едут. Ну, им же надо ехать, не у всех, но рядом с домом магазин, аптека, обследование, лечение, рынок. Рынок, здравоохранение, и просто вот я проезжал мимо, также, ну, разные социальные объекты. И, конечно, это люди едут на работу, несколькими транспортами, мне кажется, что самая большая экономическая, может быть, поддержка для людей работающих вернуть, и этот проездной билет часовой. Потому что если люди едут на двух транспортах, это за каждый проезд платить, это реальная была поддержка людям. Ну, вот, и вот задержка вот таких инициатив, мне кажется, это именно связано с тем, что, ну, им не приходится отвечать перед избирателями. Если была выборная дума, я думаю, что этот вопрос решился бы намного быстрее и эффективнее. Да, вот если теперь есть возможность и проанализировать то, что было сделано, ну, вот с точки зрения, может быть, Рижской думы, не вдаваясь вот в эти все политические разборки, от которых уже люди устали, да, вот, может быть, с точки зрения того, вот, были ли какие-то на вас взгляд, не знаю, допущенные ошибки с точки зрения приоритетов, потому что, ну, мы же видим, что время от времени говорят, что да, может быть, надо было больше уделять внимание, к примеру, да, дорогам и мостам, а не там, не знаю, не ремонтам, ну, к примеру, чего-то другого, там, школ, другие говорят о том, что если у нас очень много жителей, рижан пользовались вот этими льготами на проезд в общественном транспорте, то надо было сам транспорт, ну, делать скромнее, то есть не осуществлять такие большие закупки, то есть, условно говоря, не обязательно всех везти, я утрирую на Мерседесе С-класса, если за бесплатно, можно действовать как в Таллине, где, к примеру, вообще бесплатный общественный транспорт, но он намного хуже, мы видим там 10-15 лет этому транспорту, в основном и Швеции, и Дании, и Подариной, вот, как вы считаете? То, что мы видим, что главный приоритет не в том, скажем, как распределить деньги, потому что, скажу так, что до последнего года бюджет был нормальный, и хватало и школам, и, в принципе, деньги выделялись и дорогам, и, скажем, то, что я не... Может быть, не так, как мы хотели, не в том, но выделялись, да? Но я, допустим, не понимаю, почему вот сейчас, когда, ну, не так активный проезд, почему нельзя ремонтировать, почему надо было затянуть закупки с ремонтом улицы Чака? Вот мне это непонятно. Деньги есть, а освоить их не умеют. Ну, это то есть системная такая проблема. И это значит, что вопрос не в том, кому выделить деньги, а вот вопрос контроля и управления. То же самое мы видим, вот, если говорим, а почему, скажем, дорогой транспорт и, скажем, такие проблемы? А вопрос опять Рига-Сатекс, это оказался вопрос управления. Не финансовый вопрос, а вопрос честного управления, профессионального. Или то же самое Рига-Сатекс нам породных. Честное профессиональное управление. Вот чего не хватает. И то, что можно сказать, что ошибка, очевидно, в выборе кадров. И это мы можем только винить сами себя, которые полагались, что там работали всё профессионально, всё было хорошо. Да. Вот такой тоже вопрос вам, как представителю, ну, как бывшему исповедливому директору, как представителю честной службы Риги, наверное, будет сложно в этой, в ходе будущей предупрежденной кампании, которая там в июле начнётся, потому что вы, наверное, себе не можете позволить, ну, какой-то там голый популизм, который не базируется на каких-то цифрах. Да, ну, как-то понятно, что вы не можете сказать, там, всем всё бесплатно, кому-то ещё доплатим, там, вот это всё построим, там, каждому по квартире, ну, как это обычно бывает на выборах. Вот как найти баланс между тем, что всё-таки избиратели ждут, ну, каких-то обещаний, да, от политиков, и тем, что, ну, совсем уже нельзя, так сказать, вот что-то обещать совершенно нереальное? Я думаю, что сейчас очень важно, вот в этой предвыборной кампании, честно начать дискуссию, в принципе, о бюджете города следующего года, потому что мы понимаем, хотя сейчас говорят, что бюджет наполняется, но это всё по инерции. Так продолжаться не будет, потому что все экономисты говорят, что будет спад экономики, и это, конечно, отзовётся и на государственную казну, так и на городскую. То есть вопрос будет, если мы скажем, что экономика падает на 10%, то есть где-то пропадут 100 миллионов из бюджета. То есть вопрос будет никому дать больше и что-то бесплатно, а честно говоря, где что всё-таки урезать. И вот с этим, понимаем, надо подойти к вопросу о том, что администрация будет работать ещё с сентября месяц, Дума придёт в конце сентября. Да, через месяц после выборов, да. И мы не можем говорить, что мы январь можем просто так начать с 1,12, потому что может оказаться, что 1,12 лучше, чем реальная ситуация. Поэтому, честно говоря, надо говорить о бюджете уже июнь, август, июль. Уже надо говорить и, честно говоря, какие будет экономическая ситуация, и действительно тогда поддерживать. Я скажу так, что мне кажется, и в этой ситуации больше всего надо было поддерживать те, которые продолжают работать. Потому что они борются, они у государства ничего не просят, и у самоправления, они борются. Их как-то мы не замечаем и считаем. Ну, живут, но и живите. Да, ведь они же живут. И они как-то не получат. Да, при всё уважении гостиницам, туристическим компаниям, это понятно. И те, которые закрылись, возможно, вообще не откроются. Да, это реально. А пойдёшь по Старой Риге, так вообще, так сказать, ужас какой-то. Ну, это вообще как, я скажу так, мне кажется, Старой Риге даже ночью так спокойно нету, как сейчас. Да, это вообще. Поэтому вопрос приоритетов, это будет самое важное, вот именно. А главный приоритет, это будет вот как бюджет, какие приоритеты будут в направлении в бюджете. Да. Вот ещё, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Вот мы, наверное, понимаем, что та ситуация, которая была до этой пандемии, и та, которая вот будет после, это будут две разные ситуации. И вот сначала же выборы планировались, как мы помним, 25 апреля. Ну, ещё ничто не предвещало вот этой пандемии. И то с ошибкой. И то с ошибкой, да, потому что там потом на майпе уже суд перенёс. Да. Но это уже особого значения не имело, но вот тем не менее. И многие политики шли как бы по накатанной, вот с предвыборной компанией, которая была рассчитана на мирное время, если так можно сказать, да. Но сейчас совершенно другая ситуация. Многие люди действительно остались без работы. Ещё останутся без работы. У многих, кто сохранил работу, наверняка придётся срезать заработную плату. Ну, то есть будет так вот очень тяжело Рижанам. Вот на ваш взгляд, как должна измениться вообще сейчас вот избирательная компания? И, может быть, надо переписывать программы предвыборные вообще? Однозначно, что и мы у себя говорили то, что наши, скажем, обещания, скажем, предвыборные надо менять однозначно. Есть такие ценности, которые никак, вряд ли поменяются, потому что в любое, в мирное или неспокойное время, вопрос образования, вопрос о зарплате учителей, он будет всё равно в приоритете. Так же, как дороги будут в приоритете. То, что, мне кажется, будет очень важно в этот момент, это то, что люди начнут экономить больше, смотреть, скажем, те самые счета. Да, если сейчас просто люди, ну, спорили, говорили, что там дорогие счета за, скажем, обслуживание домов, то сейчас, я думаю, что люди будут биться за каждую копейку. И я думаю, что это будет один из пунктов, которые надо будет смотреть, чтобы, скажем, эти вопросы стали бы, если не дешевле, то однозначно прозрачнее, потому что это смотрение на людей сверху вниз, я думаю, что вот это одно из тех вопросов, которые люди не могут простить той власти, которая была, и это надо менять. Да. Вот что касается взаимоотношений, много об этом говорилось, взаимоотношения правительства и самоуправления, ну, если мы говорим правительство и Рижской думы, многие это объясняли вот той разницей, что в правящей коалиции, в правительстве были одни политические силы, в Рижской думе другие. Вот это было противостояние, но при любом, даже если отбросить политический момент, мы знаем, что Рига ежегодно в этот фонд выравнивая перечисляла большие деньги, по-моему, в прошлом году, или в этом 92 миллиона, ну, немаленькие деньги. Вот должно ли здесь что-то измениться, потому что с одной... Этот год вообще уникален, и вот государственный бюджет чем был уникален в этом году, что первый раз фонд выравнивания был использован как такая дубинка. Потому что именно в законе было прописано, что изъятие из городской казны Рижской 38 миллионов, которое связано с инвестициями Рига с Сатексом, на которые, как мы помним, когда мы говорили, что, скажем, все льготы относиться только к Рижанам, нет, это неправильно. Надо всех, потому что это столица. И из столичной кассы просто 38 миллионов изымается в городскую государственную казну. А почему? А потому что поменялась методика? Нет, просто заметили, что это как бы государственная служба. Но есть и больницы, и у других самоправлений, которые в такой же ситуации, просто эта сумма большая, там ничего не поменялось. И в этом случае, конечно, Рига была просто денежно наказана. Что, в принципе, вообще поразит, потому что наказывают они Ригу как таковую, а Рижан, который вообще тут никто не виноват. Совершенно верно, потому что это деньги налогоплательщиков. Они сами по себе не приходят. Это правда. До наступления кризиса, если мы знаем, такая была информация, правда, такая утечка, что Варамы, вот этот министер среды и регионального развития, готовит новый закон о самоуправлениях. Возможно, это связанные с административной территориальной формой. В общем, новый закон. И там даже чиновники этого министерства обещают, что будет какой-то раздел, посвященный столице. Вот если бы вас спросили, учитывая ваш опыт, какие должны быть взаимоотношения, нужно ли специально в законе обозначать, что вот Рига выполняет свои столичные функции, у нее особые, не знаю, обязанности, но и права есть какие-то дополнительные, не знаю уж какие. Уже в актуальном законе, тот, который сейчас есть, есть три пункта, предписанные, что какие есть, как бы, могут быть обязанности у столицы быть. Были много идей о специальном законе о столице Латвии. Сейчас действительно готовится новый закон. Не знаю, на какой стадии, я только читал информационные сообщения в правительстве, что, ну, об этом законе, рассказ такой. Я скажу так, что при данном раскладе я боюсь о каких-то специальных законах, потому что он не будет на пользу режима, а только чтобы как-то интегрировать с государственным управлением полностью, чтобы выборная власть, потому что она не совпадает с общим мнением, которое в правительстве есть, было бы как-то, ну, скажем, пересмотрено. И чтобы не было таких избирательных результатов, какие были вот в последних выборах самоправления, потому что это борьба за столицу. Поэтому мне боязно за какие-либо специальные нормы законодательства по столице. В Европе есть разные варианты, и правильного решения нету, если так даже подойти объективно, нужен закон или не нужен. Так что больше, мне кажется, здесь важен закон не о самой столице, а об, скажем, агломерации. Потому что если мы смотрим, что такое Рижский планировочный округ, то это от Саласгривы до Энгуры. Какая связь? Никакой. Я думаю, что нам было бы интересно... Энгуры с Ригой какая связь? Никакой. Нам было бы интересно развивать, скажем, своё взаимодействие в агломерации с ближайшим Бабейте, Тяково, вот все приближающие волости. Или там, где идёт даже Рижский общественный транспорт. Совершенно верно. Вот, скажем, вопрос общественного транспорта, школы, детские садики, вот то, что говорят «park and ride», вот это то, что нас волнует всех вместе, Ригу и те, которые... Потому что мы едем по Марупе, ну, есть знак Рига или там Марупе. А иногда мы даже не понимаем, думаем, что это Рига, да? Совершенно верно. Поэтому я думаю, что вот если мы могли бы понять... Та же самая Рига, Суденс, обслуживают и Тяково, и Бабейте. То есть вот здесь этот самый интерес был бы, как мы могли бы в взаимном доверии вместе все самоправления вокруг Риги и Рига принимать решения, которые... Чтобы инвестиции притягивать, европейские фонды вместе. Вот это было бы, мне кажется, то, что было бы, если было, может быть, в законе прописано, как мы принимаем вместе, вот это было бы очень важно. А то столица... Ну, изберем же депутатов. Конечно. Юрий Сарадзевич на студии. Привемся буквально пару минут. Не переключайте. Юрий Сарадзевич у нас в гостях, бывший исполнитель директора Риги. Вот с наступлением, точнее, с вступлением в силу поправок, известных об управлении долями капитала, у вас была весьма сложная работа. Работы вообще прибавилось, потому что нужно было фактически отвечать за все эти муниципальные предприятия Риги, в том числе за весьма крупные предприятия Риги. Вот теперь вы тоже можете проанализировать ситуацию. Вот на днях стала известна утечка, такая информация еще предварительная, о результатах аудита. Это большой резонанс вызвало предложение аудиторов, что вообще не стоит Лирической Думе подумать о том, как выйти из Рига знамопарвала. Что многие сочли в переводе на простой язык, означает фактически приватизация. То есть фактически Лирическая Дума бы заявила, что больше в управлении муниципальными домами, жилыми она не участвует. До свидания. И дальше передаем, приватизируем все, передаем в частные руки. Многих удивило, что именно аудиторы это заключили, поскольку, как мы представляем, обычно аудиторы таких вот решений политических не делают. Они оценивают там баланс, как расходовали средства, насколько целесообразно, не целесообразно. Ну, такие советы, что приватизировать, но это как-то странно. Не является ли это действительно подготовкой такой почвы для того, чтобы потом политическое руководство, там новое, как, может быть, правящий, надеется и Ригу взять, взять и приватизировать вот эту Ригу с новопарологией. Да, однозначно это готовится почва, потому что по закону в этом году надо пересмотреть участие самоправления, и не только в Риге, во всех самоправлениях надо пересмотреть участие в этих муниципальных предприятиях. Можно сказать, что этот документ можно прочитать сейчас на домашней странице Рига с новопарологией. А, уже появился, да? Да, правда, его очень трудно читать, потому что, ну, не знаю, специально, не специально, он так сделан, что надо каждую страницу открывать. И это, в принципе, одно предложение, которое, может быть, так, если невнимательно читать... Можно и пропустить, да? Можно и пропустить. В чём опасность этого предложения? Если, так сказать, сугубо, скажем, с таких позиций, а почему действительно? Там же так много проблем, всё это надо избавиться от их. Но смотрите, мы сейчас в ситуации какой? Мы дискутируем о том, что там нет честных закупок публичных. Пункт один. А у частного фактически... Сейчас говорят, там консультанты были. У частника, в принципе, нет никаких публичных закупок. Они по этому закону не работают. Они кого хотят, того нанимают на работу. Сколько хотят, платят. Никакого, в принципе, такого контроля нет. В-третьих, при той ситуации мы уже знаем, насколько мы беспомощны. Власть беспомощна в спорах между землевладельцами и собственниками квартир. Полностью беспомощны. Помощь. Мы помним, насколько были беспомощны в тех случаях, когда частник, владелец дома, хотел кого-то выкинуть из квартиры, отключая коммунальные услуги, всё-всё-всё беспомощно. Так в этом случае, когда это в законе всё равно остаётся прописано, что роль самоправления, так получается, что единственный вариант, что самоправление всё-таки это муниципальное предприятие продаст. То есть это большой монополист. И тогда мы представляем, и как для остальных частных управляющих компаний ситуация при таком монополисте. А жителям? То есть здесь главный вопрос. А какая будет после этого цена? Какие отношения? И, скажем, и какие рычаги влияния? Сейчас хотя бы можно влиять на самоправление, говорить о вот этих вопросах. Потом частные компании. Насколько мы можем повлиять на вопросы? Вот говорят, один пример, «Лателеком». Ну и скажите, насколько мы можем повлиять на эту компанию? Насколько мы можем повлиять на того, сколько шефа «Аэрбалтика» получает зарплату? Хотя это тоже публичная компания. И никак не может повлиять. Да. Хочет миллион, хочет полтора миллиона. А что будет? И всё это в цену вкладывается, и никто не может там разобраться. Поэтому я думаю, что здесь именно большая опасность именно в том обстоятельстве, что мы не знаем, что будет потом, и какие рычаги влияния будет, скажем, у жителей, у самоправления на эти насущные вопросы, на споры. Они будут однозначно. И вот то, что я сказал, что уже есть, то есть отношения с землеводельцами, то, что мы никак не могли помочь жителям, где частник хотел кого-то выкинуть из квартиры. Но мне кажется, что здесь очень много проблем. И не решив эти проблемы, ну, я думаю, что будет очень неясная ситуация. Вот тем более мы понимаем, насколько в Латвии есть проблемы с жилым фондом. И качеством. Да. Довоенные или в советское время. Ведь главный здесь самый важный вопрос. Очень часто говорят об утеплении домов. А почему это не происходит? Значит, очевидно, нет того основы, создано ни юридически, ни уверенности людей, что они могут это сделать. И тогда, я думаю, что жилой фонд, он развивался бы. Но сейчас это так не происходит. Нужно ли на вас взгляд, это такое, может быть, звучит пулистский вопрос, но наверняка на выборах и у вас об этом будут спрашивать, вот вам, как бывшему исправнику-директору, нужно ли сокращать количество управленцев в Риге? Ну, это модная тема. Сейчас на правительство тоже давят, говорят о том, ну, смотрите, все работают в удаленном доступе, оказывается, что, может быть, нам столько чиновников не надо на государственном уровне. Что касается самоуправленческом. Конечно, кризис показал, что много, можно сказать, не хочется сказать, что лишние люди. Вы знаете, я скажу так, что надо пересмотреть функции, и может, вот многие надзорные вещи, где мы требуем разрешения, ту справку. Справка, наличие справки, да. Вот, может быть, во-первых, пересмотреть функции и от многих вещей просто отказаться. И тогда, конечно, людей станет меньше. Потому что в мою бытность, когда я начал работать, первое, что наполовину сократили число исполнительных дирекций. Как мы знаем, было шесть. Шесть. Сейчас только три. И все в порядке. И никто не заметил, все функции происходят. Мы создали только одну единую административную инспекцию. Тогда было еще шесть инспекций при каждой исполнительной дирекции. Мы реорганизовали Дзимсераксноды, ЗАГСы. ЗАГСы. Да. И сократили число. Я не заметил, все в порядке. Сократили число людей, увеличили за счет этого зарплату людям без дополнительных финансов. Так что я, во всяком случае, это постоянно делал, пересматривал функции и в центральной администрации, скажем, сокращали отделы. Потому что видно, что некоторые функции даже умирают. Конечно, у бюрократов есть такая тенденция, показывает важность и значимость. Что надо. Вот все-таки вот эта бумажка, она очень важна, потому что я за нее отвечаю. А на самом деле важна ли эта бумажка? А на самом деле. То есть вот эти процессы, мне кажется, надо пересмотреть процессы. Нам нравится сразу показать на кого-то, на врага пальцем, сказать, его надо убрать. Но важна идея и функции. Вот что самое важное. Да, может быть, так вот быстро время эфира идет, может быть, возвращаясь к тому, с чего мы тоже как бы начали, вот это самоуправление, они считаются самостоятельными, демократически избранными гражданами, вот эти органы местного самоуправления. Казалось бы, и есть европейская хартия соответствующая, казалось бы, что у них есть определенная свобода. Но, по крайней мере, в Латвии это построено так, что все равно вот эта вертикаль власти существует. Вот Министерство среды регионального развития, ну, в частности, на примере Риги, мы видели, что она не просто что-то там надзирает или что-то контролирует, но по существу уже как будто Рижская дума в подчинении. У министерства должны там идти на доклад, отчитываться, оправдываться, и потом в результате министра, будучи политической фигурой, своих политических оппонентов отстраняет от должности. Да, мне кажется, что это самое непонятное, когда такая возможность у министра отстранить мэра города, мне кажется, что это очень неправильно, потому что они оба конкуренты или сопартийцы. Оба ситуации показывают, что лицо, принимающее решение, не может быть объективным. Никак. Никак не может быть объективным. Тем более я не припомню случая, чтобы министр своего однопартийца снимал из должности. И мы видим, что это произошло. Мне кажется, что этот вопрос и эта норма вообще должна быть полностью пересмотрена. По моему разумению, оно не соответствует Конституции и таким, в принципе, объективному рассмотрению, потому что ведь получается так, что человек отстраняется от должности, и он должен доказывать в суде свою невиновность. Спустя год с небольшим. Да. И за это время у него, так сказать, видим, что первый суд, кстати, назначен был через год практически. Что уже говорит о том, что это уже система хромает на обе нарии. В принципе, он уже наказан, он уже, можно сказать, как бы отстранен, он не работает, он доказывает свою правоту. Мне кажется, что это очень нелогично, неправильно, и, скажем, вот... По моему, можно было сделать так, что если у министра происходит, ну, не знаю, конфликт, или он считает, что мэр или вице-мэр что-то нарушил, пожалуйста, обращайся в суд. Совершенно верно. Я могу сказать, что, в принципе, такая идея была в 91-м году, когда обсуждали похожую норму, тогда именно говорили о том, что генеральный прокурор обращается с таким заявлением, и... Потому что он всё-таки присущ судебной власти, и тогда это объективно рассматривается, да. Но могу сказать, что именно нынешний президент был один из сторонников вот именно такого подхода, что министр может так решать. Это исторически, да. Это интересно. Ну, всё-таки он видный демократ, как мы видим, да. Но, скажем так, в определённых... Демократии иногда тоже используют как соль, добавляют понадобности по вкусу. Это точно. А вот должна ли вообще временная администрация как-то вообще более активно действовать вот в этой чрезвычайной ситуации, или временная администрация сразу решила, что мы технические руководители, мы тут здесь до сентября просто посидим. Вы знаете, я скажу так, что действительно мне кажется, что до сентября посидим, а во-вторых, здесь, мне кажется, всё-таки усматривается тоже конфликт интересов, потому что руководители, администрации, те люди, которые принимают сейчас решения, одновременно и надирают за этим решением, то, что мы только что говорили. потому что Министерство Среды и Регионального Развития надзирает за законностью в Думе. Получается, что... Сама за собой. Сама за собой. А он, будучи как гостик решение... В отношении самого себя. Да. И сказать, вы знаете, мои решения там зам посмотрит. Ну, как это зам? Он всё равно находится в подчинении государственного секретаря. Поэтому я думаю, что здесь вообще такой неправильный прецедент, и мне кажется, это нонсенс. Может быть, такой последний вопрос. Всё-таки время уже чуточку прошло, с того момента, как вы ушли из поста исправительного директора Реческой Думы, всё-таки многие спрашивали, а чем вы так временной администрации мешали? Ведь вы не принимаете политических решений, не утверждаете бюджет, вы часть исполнительной власти. Почему временная администрация так торопилась избавиться от вас, от человека, которого 10 лет проработал? Логика, казалось бы, подсказывает, что я новый человек. Ну, неважно, что там, какую должность я бы не занимал в министерстве, опыта работы в самоуправлении нет ни у кого из этой тройки, насколько я знаю. Казалось бы, наоборот, обратись к человеку, который 10 лет на хозяйстве, пытайся каким-то образом вместе управлять, и будет лучший результат, я так понимаю. Я думаю, что здесь один из вопросов политический, потому что я не принадлежу к правительственной коалиции, это первое. Второе... Это такой чуть ли не ключевой момент, да? Я думаю, что да. Второе, это действительно обязанности, которые были с 1 января по поводу муниципальных предприятий, я думаю, потому что там много желаний, очевидно, есть. Вот это, я думаю, что... И третье, то, что я официально и говорил, что я хочу участвовать в выборах, но я сказал, что перед выборами я уйду в отпуск, чтобы не было тоже конфликта интересов, и выборы... Но перед выборами, да. Но перед выборами выборы перенесли, я считал, что во время во время этой нештатной и чрезвычайной ситуации... Было бы странно, что вы сказали, ну ладно, я пойду отдохну в отпуск, да? но мне казалось, что это... Поэтому я вызвала такую реакцию, ну и я решил, что в этом случае мне лучше тогда договориться и уйти оттуда. Очень сложно сейчас, наверное, что-то прогнозировать, но вот многие политологи говорят о том, что вот следующая Рижская дума, с учетом того, сколько игроков вообще будут участвовать и насколько большой интерес вызывают эти неочередные выборы у политиков, в том числе и сеймовских депутатов, что следующая дума будет, ну, очень сложно формировать коалицию, будет такая разношерстная история, примерно то же самое, что было после этих выборов в семь, что это все будет долго, мучительно, много партий и так далее. Мне тоже кажется, что ситуация будет довольно раздробленная и это будет тогда время дипломатии, потому что у нас очень быстро умеют кого-то оскорбить и на всех обидеться, но вот договориться и найти то, что именно самое лучшее решение, что нужно жителям, и не то, не вопрос не в должностях, а вопрос вот именно то, что я говорил по бюджету, по приоритетам найти, вот это, мне кажется, самое сложное. Поэтому я всегда говорил, что не надо говорить об этих, кто на какой должности будет, а попытаться сначала говорить о принципах и вот тех направлениях работ, а там остальное же сами себя найдут. Ну, бюджет, я так понимаю, что надо будет очень серьезно смотреть, что риск и думать, может себе позволить в следующем году, а что нет. Да, и здесь же надо напомнить, что Рига в ближайшее время будет перекопана в связи с Рейлботиком, в этом проекте же... Многие из-за пандемии уже забыли, что двигается еще одна... И дело же в том, что там деньги будут только на такие минимум, вот, на железную дорогу, да. А на побочные не будет, да, а многие забыли. А побочные транспортные развязки, все это должно быть в городском, ну, может, государство поможет, не знаю. Это не еврофонды, да. Это не еврофонды, да, поэтому это очень будет и трудный период, и об этом надо тоже открыто говорить, потому что у нас уже на подходе также вот этот мост или проезд через железную дорогу в сторону Саукраста, который, я думаю, что люди давно ждут. вопрос Чака Дегловас, Брасас мост, ну, я думаю, что тогда Виадук вот там, да. И то, что мы говорим, и давно говорили, ведь улица Немужас после рейлбоцик тоже надо переезд сделать, чтобы без задержек можно было связать иманту золи туда. Там всегда пробки, кстати, говорят. А там всегда пробки. Поэтому этих вот транспортной инфраструктуры, и мы должны не только уже говорить о следующем году, а в принципе на ближайшие пять лет. Вот такой перспективный план надо уже думать. Совершенно верно. Юрий Сарадзеевич у нас был в студии, бывший исполнитель директора Риги, и большое спасибо. Продолжение следует...